Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Можно ли снимать покойника и хранить его в фотке? Ну, отчего же не снять на память изображение последних мгновений телесного пребывания с нами, близкого человека Нередко фотографии с похорон святых людей, великих и значимых для не только одной семьи, но и для целого народа Сохраняются потом десятилетиями и веками Это не запрещено вовсе Хотя напоминает о нашей смерти, о неизбежности исхода И при этом не зря же мы день смерти святых празднуем как день их небесной славы Как начало их вечного жительства Поэтому смерть грешника люта, а те, кто приселяется от смерти в жизнь, это врата восхождения к Богу Всеблагому Потому и вот эти события прощания с телом усопшего напечатливаются в сердце Ведь потому и церковь установила сопровождать погребение человека этими молитвами, многими шествиями, песнопениями Которые помогают глубже запечатлеть на сердце всех участников погребения Истину о временном, земном и вечном небесном Само изображение человека уже бездыханного иногда бывает замечательно, наставительно Сколько уже сейчас ходят по миру фотографий с изображением почивших подвижников Их лицо и после смерти источает жизнь Оно просветленное, оно необыкновенно обогретое какой-то тайной Которая теперь для человека, для его души открылась Ибо не зря предвозвещает апостол Павел Мы до смерти все знаем, отчасти видим реальность И духовную, и материальную, как бы сквозь тусклое стекло И только тогда, когда умираем, в душе открывается истина Во всей ее очевидности И это таинственным образом бывает отпечатлено даже на лице усопшего Хотя есть традиция очень устойчивая В церкви священнослужителей, которые своим лицом призваны Олицетворять самого Господа И быть несколько иконописного вида Так вот, священнослужители в гробу имеют покрытое лицо Недоступное для зрения окружающих И как бы ни был дорог усопший Его лицо, тронутое смертью Не оставляет церковь, как последнее о нем впечатление Память о нем, как о живом Память его лица, как человека, совершавшего богослужение Остается как о живом, а не о мертвом В этом тоже содержится некоторая проповедь И исповедание жизни вечной Которая касается нашего внутреннего человека Которая касается личности Но не всегда касается телесного нашего состава Потому надо благоразумно обходиться с фотографиями умерших И там, где эта фотография внушает страх И далеко не всегда посмертная маска Посмертная фотография Бывает проникнута вот этим светом нетления Которое мы упомянули В некоторых случаях являемого на фотографиях праведников То и не надо эти фотографии тиражировать И самому держать перед своим взором А вот те образы, которые как раз исповедуют наше упование И признают переход для христианина от жизни временной к жизни вечной В момент смерти особенно осязаемой Те вполне пригодны для размещения их где-то на глазах Для всегдашней молитвенной памяти О упокоении наших близких усопших Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok